Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал о Маркетс, где на ежедневной основе мы постим и размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь, друзья. Обратная связь, фидбэк всегда приветствуется. Пишите, можете и в комментариях обращаться непосредственно также, возможно, через персонального менеджера. Если есть какие-то пожелания, высказывайте их. Мы, к сожалению, не умеем читать мысли, хотя стараемся. И только лишь с учетом вашего фидбэка будем готовы, разумеется, адаптировать контент под ваши нужды. В последние дни сложилась очень хорошая тенденция, она мне нравится, признаться, потому что как только я касаюсь темы доллара и говорю о его скромном росте по итогам прошлой торговой сессии, американская валюта умудряется забраться еще выше. Вчерашняя торговая сессия не стала исключением, и индекс доллара, за которым мы с вами следим, друзья, подрос еще сильнее. 98,80 сейчас в моменте, и практически сопротивление 99 пунктов до него рукой подать. Причем рост доллара опирается на вполне логичный фундаментальный фон, который вряд ли мог привести к каким-то другим последствиям для доллара. Это жесткая риторика американского регулятора. Напомню то, что ФРС дважды на двух выступлениях Павла этой недели дал трейдерам-инвесторам сигнал, что политика будет становиться все более и более жесткой. В частности, Павел отметил, что при необходимости, если того будет требовать, эта ситуация готова предложить голосующим членам и, соответственно, отдать свой голос как председателя за повышение ставки на 50 базисных пунктов. После этих комментариев и с учетом роста доходности американских облигаций, доходности трежерис это лучшая лакмусовая бумага, сейчас лучший индикатор того, как меняется монетарная политика. То есть, трежерис все знают, скажем так. Если они растут, значит, точно есть настрой на то, чтобы через какое-то время наблюдать за более высокой процентной ставкой. Сейчас участники рынка закладывают почти стопроцентную вероятность того, что на ближайших двух заседаниях американского регулятора, фактически до июня, ставка будет поднята на 0,75%. Это означает, что как минимум один раз на ближайших двух заседаниях ее повысят на 50 базисных пунктов. Об этом как раз и говорил Паул, который отметил, что все больше склоняется к мнению отдельных представителей голосующих, голосующего кабинета, что нужно действовать более проактивно. Но я думаю, что это был намек в сторону главы ФРБ Сент-Льюиса Джеймса Булларда, который еще два месяца назад призывал поднять ставку на 50 базисных пунктов. И, кстати говоря, на прошлой неделе, когда было голосование ФРС по ставке, он единственный также поддержал идею того, что нужно ее сразу поднять на 50 базисных пунктов. Накануне, во время интервью Блумберг, Буллард отметил, что будет добиваться более агрессивного подхода и считает, что американскому регулятору сейчас нужно в оперативнейшем порядке вернуть ставки к нейтральным значениям и сделать это так быстро, как только возможно. Поэтому, друзья, индекс доллара растет не просто так. Индекс доллара, как раз его динамика отражает скорое, более агрессивное, более динамичное повышение процентных ставок. Большое спасибо американским облигациям, которые усиливают нашу идею в том, что доллар будет расти. Сегодня в 15.30 по московскому времени выйдут данные по заказам товара длительного пользования в США. Ожидаем сильный отчет, сильную статистику, еще один фактор поддержки для доллара. Если касаться других факторов роста американской валюты, это геополитика, которая никуда не надевается. И за последние три недели, опять же, если говорить о событиях в Восточной Европе, точно можно сказать, что доллар пользуется, пожалуй, спросом в большем порядке, чем другие защитные инструменты. Это тоже дает нам основания предполагать, что рост американской валюты – это надолго, друзья. В этом году уж точно тренд будет устойчивым, поэтому я к нему вас готовлю. И если не хотите, опять же, торговать валютными парами, где помимо доллара есть что-то еще, то есть страна, валюта, которая также может внести свою лепту в динамику пары, тогда сфокусируйтесь на индексе американской валюты и смело его покупайте. Золото, наша ставка на лондон, наконец-таки стала реализовываться. Хай вчерашнего дня – 1950 долларов за трост к унсу, а сейчас котировки – 1940. Но хочу отметить, что, друзья, сегодня, по сути, начинается большая продолжительная четырехдневная поездка Байдена в Европу. И, кстати, сегодня он примет участие в встрече лидеров НАТО. Также впоследствии в его планах провести совместную встречу с лидерами стран ЕС и лидерами Большой Семерки. Ну, конечно же, вопрос один – это ситуация в Восточной Европе. И, возможно, на вот этих встречах будут обсуждать конкретные новые шаги санкционного характера против российской экономики. То есть, если мы вспомним и напомним сами себе, что Восточная Европа и события – это главный триггер финансовых рынков, то сегодня, считайте, будет обновление по этому новостному фону. Поэтому я вас снова призываю обратить внимание на доллар как защитный актив и не торопиться с покупкой рисковых активов. По поводу тех санкций, которые могут быть приняты, сейчас, пожалуй, самый главный в порядке ожиданий шаг от представителей ЕС – это эмбарка на поставки российской нефти на территорию ЕС. На этом фоне цены на Brent уже достигли нового локального максимума. Котировки в моменте – 117.24. Накануне мы видели high 119.60. То есть, это рядом с нашей первой целью на отметке 120 долларов за баррель. Энергетическое эмбарго – это, конечно же, самоубийство для ЕС, потому что в случае отказа от поставок российской нефти цены улетят в космос, инфляция тоже улетит в космос, афляция, рецессия и затяжной экономический кризис. Уж не знаю, сможет ли ЕС выбраться из него. Поэтому думаю, что с эмбарго как таковым будут тянуть прямо до самого последнего момента. Для нас это период неопределенности. Для покупателей нефти – это возможность спекулировать на этой теме и дальше и способствовать собственным вкладам в росту цен на Brent и WTI. Среди факторов поддержки для нефти также еще могу отметить вчерашний отчет по запасам. Я, честно говоря, полагал, что на фоне реализации стратегических резервов некоторое время назад запасы будут сейчас увеличиваться. Но запасы снизились – это как раз тоже позитивный сигнал для нефти, потому что снижение запасов даже на фоне реализации стратегических резервов указывает на то, что спрос на нефтянку на рынке США остается довольно-таки высоким. Это хорошо. Наверное, можно сделать вывод о высоком спросе, в общем, как всей мировой экономики, и тут же вспомнить про дефицит предложения, о котором я говорю постоянно. И третий фактор роста цен на нефть – это остановка нефтепровода, который, по сути, транслировал российскую нефть из-за Узбекистана в побережье Черного моря. Причем приостановка может затянуться на 2 месяца, друзья. И это значит то, что экспорт может снизиться почти на 1 миллион баррелей. Это очень много, учитывая то, что мы и до этого говорили о дефиците предложения. И, соответственно, на этом фоне я рекомендую ставить на дальнейший рост бренды WTI с перехайами даже и движением выше 125 долларов за баррель. Доллар канадец 1.2579. Лоу был на отметке 1.2540. 40 пунктов не дотянули до нашей цели, но еще не вечер. Поскольку нефть растет, я думаю, что канадский доллар все-таки укрепится против доллара. СНП наконец-таки начал корректироваться. 4.465 пунктов. Я по-прежнему считаю, что есть высокая вероятность просадки до 4.000 пунктов. Европейская валюта идет вниз уже. Поддержка, которая буквально день назад была на отметке 1.10, является уже сопротивлением, потому что цены 1.0981. Накануне вышел отчет по уровню доверия потребителей. В марте настроения потребителей снизились, если говорить по индикатору, с минус 8.8 до минус 18.7. Это значение, которое уже указывает на рецессию. Если мы вспомним провальный релиз ЗИУ, бизнес-оптимизма промышленников в Германии, то, конечно же, глупо покупать евро с таким новостным фоном. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. И до скорой встречи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»